МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейное счастье – это он, она и безграничная любовь. Любовь, которая проверяется временем и трудностями. Или... Черт побери. Автомобилем. В нашем шоу мужья обязуются научить своих жен водить авто всего за три дня. А надо газовать вот так. Крутятся колеса машина, едет. Мы едем. Что за знак? Паруковка. Уже на четвертый день они сдадут экзамен профессиональному автогонщику. Может, на тебя давят мои титулы? Ух ты! И лучшая из двух учениц принесет своей семье денежный приз. Только они еще не знают, что их семейной клятвии в горе и в радости предстоит пройти настоящий тест на прочность. Ты меня хоть чуть-чуть любишь? Тебе важнее она или я? Научи жену рулить, как научишь, сможешь пить. Знакомьтесь, наши первые участники – семья Клименко. Меня зовут Андрей, мне 39 лет. В то время, когда мы все сверстники гуляли по дискотекам с девочками, я уже работал телохранителем. Но со временем я принял решение тренировать детей. И сейчас я тренер по вольной борьбе. Готовы к тренировке? Ну все, начинаем? У меня есть цель. Я хочу построить дом. Для того, чтобы построить дом, мне нужно очень много пахать. Работать днем и ночью. И поэтому днем я тренер, а ночью я веслю толпу. Я ищу диджей. Меня зовут Ксюша, и мне 27 лет. И единственное, что нужно обо мне знать, то, что я очень люблю своего мужа Андрюшу. И у него сегодня день рождения. С днем рождения, Андрюша! Мы с Андреем уже почти 8 лет вместе. Но несмотря на то, что он старше меня, аж на 12 лет, я этого совсем не ощущаю. Иногда он ведет себя просто как мальчишка. Андрей очень много работает, очень не устает. Поэтому мне нужно научиться водить машину, чтобы в дороге я могла его подменить за рулем. Машина – это кусок железа, который помогает мне ездить. Это временное мое пристанище, которое я скоро поменяю, как только закончу дом. Андрей меня очень любит. Поэтому я уверена, что он будет хорошим учителем и не будет на меня кричать. Я наберусь олимпийского спокойствия и приложу все усилия для того, чтобы на Ксюшу не повышать голос. Их соперники – Александр и Надежда Гонасько. Меня зовут Саша, мне 32 года. Раньше я на жизнь зарабатывал болтовнёй. Я работал радиоведущим. Ну а теперь я зарабатываю на жизнь молча, делаю массажи. И дело даже не деньга, ведь всё-таки помогать людям – это действительно хорошо, и это стало определённым смыслом моей жизни. Хотя на первое место всё равно становится семья в виде моей жены Нади. Меня зовут Надя, мне 28 лет, и я адвокат. Считаю себя борцом за справедливость, и буква закона для меня превыше всего. С детства у меня была мечта водить автомобиль. Я действительно хочу научиться. Это даст мне какую-то независимость. Однажды на скользкой дороге я не смогу держать машину, вмазался в дерево и машину превратил в банан. После этого случая машина в нашей семье – это проблема. Ну и то, на чём мы сейчас ездим, это яркий тому пример. Это мой любимый таз. Ну, а женским рукам за рулём моего тазика, ну уж точно не место. Саша просто ещё не понимает, что я научусь водить и дам ему фору. Всем привет! Меня зовут Денис Косяков. А меня Валерий Шевелёв. И это самое экстремальное шоу про отношения мужчины, женщины и автомобиля. Научи жену рулить! Актёр, шоумен, сценарист и телеведущий. Да-да-да, это всё я, Денис Косяков. Но это не так важно. Главное, что вас, мужья, я отлично понимаю. Потому что и сам учил жену рулить. Как память об этом, у меня осталась пара седых волос и отличный сюжет для ночных кошмаров. Итак, запомните. Если вы решили принять участие в нашем шоу, я ваш лучший друг. А я нет. Для вас я Валерий Витальевич Шевелёв. Профессиональный автогонщик. Чемпион. Инструктор по экстремальному вождению. И просто самый виртуозный водитель из всех, кого вы знаете. Запомнить обо мне вам нужно лишь две вещи. Во-первых, ваша победа всецела в моих руках. И во-вторых, мне абсолютно безразличны женские слёзы. Знакомься, это наши участники. Александр, Надежда и Ксения и Андрей. И знаешь, я завидую смелости Александра и Андрея. Потому что нужно быть очень смелым мужчиной для того, чтобы согласиться добровольно испытывать своё семейное счастье целых три дня. А именно столько времени у вас будет на то, чтобы научить своих жён водить автомобиль. Это будет непросто, но это того стоит, потому что победитель получит наш главный приз 65 тысяч рублей. Класс. Но приз ещё нужно будет заслужить. На экзамене я буду строг, но справедлив. Перед тем, как вы сядете в автомобиле, я хочу напомнить, что в следующих три дня мы с Денисом будем пристально за вами наблюдать. Суровый ты человек, Валера. Смотри, напугал наших девочек. На самом деле всё будет хорошо. У вас будут такие планшеты, на которые будут приходить ежедневные задания. Также в их память загружены правила дорожного движения, которые вам, барышне, предстоит выучить за одну ночь. Ну что, вы готовы? Да. Тогда, как говорил Юрий Гагарин, по коням. Ну, так он наверняка тоже говорил. Поехали. Первое впечатление у меня было. Приятные ребята, общительные. Но я считаю, что мы выиграем. Я не увидел в них тех людей, которые могут выиграть. Поэтому мы выиграем по-любому. Ну, парочка как парочка. В принципе, ничего особенного. Но я думаю, её буду водить круче, чем Ксюша. У меня такое впечатление, что он такой здоровый. И как-то вот Ксюша подчиняется всем приказам его. Наверное, он её прессует. Сегодня первый день занятий. Саша и Андрей должны дать своим женам экспресс-урок по вождению. Не только научить их трогаться с места и тормозить, а ещё и парковаться, и рулём как следует крутить. И даже выезжать с помощью ручного тормоза под горку. Машинка клёвая, да? Смотри, это коробка передачи, да? Это ручник. Что делает ручник? Ручник тормозит. Смотри, тормозит. Так мне ручником всегда тормозить? Я сам буду тормозить. Что значит ты сам? Ну, если ты вдруг начнёшь тормозить, то тормозить буду я. А он похож на человека, который будет рано или поздно сам тормозить, да? Ну, он же ж телохранитель. Давай начнём с простого. Это ключ. Вставляй его туда. О, всё, стоп. Теперь смотри. Ай, она заглохла. Она и даже не завелась. Саша, это вообще нормально, что мне не видно педалей? Это вообще отлично, что их не видно. Самая большая ошибка девушек – пускать руль, когда что-то случается. А-а-а-а! Вот. Если ты вдруг где-то психанула, там ещё чего-то, пускаешь педаль газа и нажимаешь сцепление и потом тормоз. Саша, я пока не могу сообразить. Ладно, давай дальше. Не запоминай. С тормоза ножку убираем. Убираем? Потихоньку. Машина сам. Отлично. Отлично. Я же думала, что я такая модная. Сразу сяду, поеду. Мне тут-то было. Крутирули он потихоньку. Не спеши, 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 не спеши. Почувствуй машину. Как я могу почувствовать? Чего ты кричишь? Потому что мне страшно. Не бойся. Андрей, похоже, не думал, что его жена окажется строптивой ученицей. Мне тоже страшно, но подожди, но мне еще страшнее, чем тебе. Ты обратил внимание, что он не пристегнут сидит? Я обратил внимание, что я бы не хотел такого телохранителя, которому страшнее, чем мне. Сейчас будет машина ехать, смотри вперед. Ага. И пускаю сцепление? Да, 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 да. Киса. Ты поехала. Она двинула этот автомобиль, и честно для меня это было уже и гордость за Надю, и за себя. Что мы сейчас? Мы заглохли. Хорошо, поехали. Все, привела? По чуть-чуть. Тихо, 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 левее, левее. Ох, и нелегкая эта автомобильная наука. Ксюша никак не может разобраться с ручником, а Надя со сцеплением. Сейчас, 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 секунду. Сцепление. На исцепление. Пускать сцепление. Быстренько крути рулем. Да нет, не мешаешь, ты мне мешаешь. Куда? Крути рулем, говорю. Ты можешь делать просто то, что тебе говорят, и все? Нет. Куда ты крутишь? А! Учись смотреть в зеркала. Что ты в них видишь? Оно настроено. Я спрашиваю, что ты видишь в зеркале? Я могу поширить? А если мне есть стандарты вообще, как правильно настраивать зеркало? Стандарты? Конечно. Как таких не существует. Не существует стандартов, как настраивать зеркало? На самом деле, существуют стандарты, но он у них не знает. Теперь вторая передача. Сцепление выжило. Выжило сцепление. Все? Выжило? Да. Сцепление, тормоз, Надя. Сцепление, левая нога, тормоз, правая. Стоп. Ну ты говоришь стоп, я стою стопом. Ай, Надя, блин. Похоже, Надя на парковку это последнее, что смог выдержать сегодня Саша. Выравнивай, выравнивай. Лучше нажму. Выравнивай, Надя. Вот так, Надя, не въехала ровно в гараж и за секунду кися превратилась. Видела на парковочках, вот телочки как паркуются. Вот это вот телочки, которые, блин, чуть-чуть не доучились. Моя обязанность как мужа научить Надю водить так, чтобы это была девушка за рулем, не телочка. Андрей, похоже, перепутал автодром со спортзалом. Требует от жены сдачи нового норматива, заезд на эстакаду. Поехали. Быстро, быстро, быстро. Газу, газу. А че я глохну? Потому что ты неправильно делаешь. Я осознанно даю ей много заданий, потому что знаю, что завтра она окажется на дороге города, и там будет опасно. Почему я глохнула? Степенье отпустил, 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 отпустил. Не бойся, не бойся, не бойся. Стоп. Съехали. Влево, влево, влево. Право. Если тут тормозить нельзя в плане мозгами. Ура, я не сбила, я не сбила колесо. Надя, тормози, тормози. О, хорошо. Я помню, я еду, вроде нормально еду, тут уже это колесо, и такое ощущение, что я уже на два, на три там наехала. Куда, куда? Выравнивай руль, руль, стоп, стоп. Одно матерное слово, человек остановился. Очень доходчиво. Ты видишь, знаете, знак? Нет. Все. Надеюсь, на сегодня этого хватит. Это жесть. Я пытаюсь тебя понять, я пытаюсь тебя поддержать, Наденчик, я срываюсь. Мне нужно пора бить. Это пи***ц какой-то, б***ц. Стоп. Все, ручник. Машину для машины. Я, конечно, не совсем доволен, как она ведет себя за рулем. Но, по крайней мере, ничего с машиной плохого не сделала, это уже хорошо. Вечером дома Андрей решил выполнить с женой работу над ошибками, чтобы наверняка усвоила, как вести себя за рулем в городе. Понимаешь, машина – это такая серьезная штука, там нельзя спешить. Делать все медленно, четко, ясно и понятно. Потому что дорога ошибок не прощает. Ты должна меня слушаться. Ну, это понятно. Все, если тебе это понятно, значит, все будет хорошо. То есть ты отключаешь свои нервы, свою стервозность выключаешь. Вот я сказал, сделаю, тормозим, значит, мы тормозим. У Саши после напряженного дня свой подход к жене. Наденчик, чувствую тебя действительно сейчас не очень хорошо. Вся зажалась. Как вообще ты ожидала, что придется одновременно делать столько действий? Больше всего у меня зеркала смущаются. Мне казалось, что всегда любишь зеркала. У тебя всегда с собой зеркалится. Ну, тут когда нужно все делать, я сейчас смотрю в зеркало. Завтра придет, завтра уже посмотрим. Смотрите далее. В смысле, ты не знаешь, что это? Я не знаю этого знака. Вот этот знак посреди. Не знаю его, ну, Саша, три раза повторить. У меня дыхание прям замерло. Я думаю, блин, как же я сейчас все буду вести. Хорошо, мы назад едем, Саша. Ковры стекло. Ужас, да. Комни, капитан, готово. Ой, блин, дурдом. Сегодня второй день обучения. И это значит, что героини впервые выйдут в город. Внимание всем водителям на дорогах. Разъезжайтесь кто куда. Ну что, город сегодня? Да. Я готовлюсь морально. Ты слушаешь меня, делаешь все, что я тебе говорю. У нас есть задание от ведущего. Вопрос первый. С какой максимальной скоростью можно двигаться в городе? 60 км в час. Хорошо. По-моему, 70. Ну, хорошо, ладно. Что означает желтый мигающий свет светофора? Едем по знакам приоритета. Это значит, что уже нужно притормаживать. Сейчас будет красный, нужно останавливаться. Умничка. Вот я специально задал такой вопрос. Потому что два, может быть, ответа. Мигающий желтый свет может означать неисправность светофора. И тогда нужно правильно ездить по знакам. А может быть, это он мигает в преддверии красного света. И значит, ответ неверный. Кто имеет преимущество на разнозначном перекрестке? Автомобиль или трамвай? Буду пропускать трамвай. Дай пять. Красава. Трамвай. Молодец. Правила дорожного движения девушки вроде бы подучили. Но теорию нужно закрепить практикой. Все, едем? Давай, давай, не спеши, не спеши, не спеши. Ай, назад, назад, назад. На тормоз ногу. А че я глохну? Я вчера не глох. Потихоньку. Машина... Почему я глохну? О! И чуть-чуть газика. Наденчик. Тормоз. Все, 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 все. Сейчас, подожди, я отдохну, потому что я что-то разволновалась. Давай, давай. Нет, Кисть, нет, они успокаивали меня. Я такая думаю, трону, не трону, как этот газ зажать его, не жать, а вдруг я сейчас нажму, мы летим вперед. Поехали. Поехали. Да блин, да шо ж такое. Мне казалось, что я забыла все, что учила этой ночью. Все правила, все знаки. И вообще, куда надо нажимать и что переключать. У Нади и Саши очень стремительный старт. Всего каких-то полчаса, и Надя, наконец, тронулась с места. Пускай сцепление. Чуть-чуть на том, что... Зачем, зачем? Едем, едем, едем. Боже, помоги. Мы едем, мы едем. Надо выключить поворотник. На вторую. Отпускаю газик. Ой, ты молодец. Хорош. Видишь, вот что он делает? А что, почему он сильно делает? Ну, потому что он нехороший человек, не газой сильно. Не так все страшно, как кажется. Очень страшно. Сцепление тормоза, Надянчик. Мы... Сцепление тормоза! Слушай, ну, блин, ну куда ж ты так летишь? Саша решил, что сейчас самое время проверить Надю на знание дорожных знаков. Чем же Наня Юлий Цезарь? Два дела одновременно легко. Что обозначает этот знак? Честно, я не знаю его. Аварийночек? Я не знаю его. В смысле, ты не знаешь? Я не знаю этого знака. Вот этот знак посреди... Не знаю его. Ну, Саша, три раза повторить. Надя, а когда вот... Не знаю его. Подожди. Хорошо. Если уж я стою посреди дороги, мы не можем это объяснять, выяснять сейчас. Слушай, ты уже все тут встали. Она же адвокатом работает, Надя. Я прям представляю ее в суде, когда судья спрашивает, сколько лет ему полагается за убийство. Ну, я сказал уже, я не знаю. Быстро пустила. Дяха-муха. Тихо-тихо, ты на передаче завелась, зайка. У тебя пять. Сори. Тормози! Тормози! Начинаю нервничать, все капец, теряюсь. Я все кидаю. Надя, сзади машина. Дядя, подожди, извини. Ух! Блин, да сколько можно, блин, у нас аварийка. Сцепление выжило, нейтралку. Зачем мне нейтралку? Сцепление нейтралку, блин. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Зачем мне нейтралку включать? Первую включила. Так не ори на меня. Поехали. В машине Андрея и Ксюши обстановка очень серьезная и сосредоточенная. Вот сразу видно, что ребята настроены на победу. Заруби себе на своем прекрасном носу, да. Я сказал, допустим, да, выключила там передачу или нажал на тормоз. Понятно? Почему ты на меня кричишь? Ты сказал, что там направо ехать. Я передумал. Что у нее с уровнем восприятия децибел? Человек шепотом ей говорит. Это называется, кричит. Какая капризная, мадам. Поворот. Что они сигналят? Машина, вторая передача. Ничего правильно не делаешь пока. Тормозишь. Останавливаешься. В смысле торможу? Ты сам, блин, тупишь. Мне надо сейчас будет выйти из машины и подышать воздух. Потому что я не могу с тобой так ехать. Пока Ксюша и Андрей пытаются сориентироваться в городе, Надя и Саша, похоже, заблудились и заехали в тупик. Куда нам нужно повернуть? В правую руку. Зачем? Обратно вернуться ко всем? В жопу туда выехать. Куда? Жопа должна вправо повернуть. Справа это там, Надя. Правильно, жопа вот туда вывернуться должна. Надя, это влево, и ты на скорости стоишь. Ну так, блин, давай не будем долго торожать. Надя, жопа влево. Надя, мы назад едем. Куда ты смотришь? Мы вообще назад едем. Ты вперед смотришь, куда мы там выворачиваем. Блин, мы назад едем. Хорошо, мы назад едем, Саша. Так объясни мне, куда нужно вывернуть сейчас руль. Надя, если ты будешь смотреть вперед и ехать назад, это знаешь такое? Попаду не попаду. Попаду не попаду. Хорошо, ладно, ну давай все. Окей, по 25 тысяч раз. Ну пи***й какой-то. Надя. Вместо того, чтобы объяснить, что сделать, будем говорить 10 тысяч раз. Ну блин, ну да, я не умею парковаться. Может быть, кто-то действительно и сказал бы, ведь телочка, которую не умеет. Ну окей, да, ребята, сейчас это так и второй день за рулем. Видимо, Андрей готовит Ксюшу к автомобильной олимпиаде. Скоростную трассу осилит слабо? Уже мы с ним много едем. Третье. Почему ты на меня кричишь? Пока не кричу. Кричишь. Он же не орет. Он не орет, он грубит, еще и не пристегнут. Вот ты пристал к человеку, ну да, не пристегнут. Хотя, что я его оправдываю, я всегда пристегнусь. Не страшно, это быстро. Больше ганзу. Андрей, это очень быстро. Четвертое. Нет, я не поделюсь. Нет, я не буду за четвертой. Сцепление выжило. Андрей, не кричи на меня. Ты можешь выжить сцепление? А вон он, не кричи на меня. Сцепление выжило. Ты на меня кричишь, сцепление выжило. Грузит ее. Поехали. Что за знак? Морковка. Я их представляю в магазине, что это за овощ. Морковка. Давай попробуем угадать. Что? Какой это знак? Морковка запрещена. Ну давай, мы еще пахнычем с тобой все остальное. Что ты меня орешь? Что это за знак означает? Больше не трех. Ну чудесно. Адреналин и море удовольствия. Давай сюда. Останавливайся. Все, 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 все стоит. Слушай, он, конечно, уникальный человек. Он сумел довести женщину до слез шепотом. Я вся не на нервах. У меня все дрожит, все трусится. Ноги, руки трусятся. Ком в горле. Плюс еще Андрей начинает орать. Это было... Ну что ты? Иди сюда. На этой плаксивой ноте обучение Андрея и Ксюши на сегодня, похоже, закончилось. Ой, сейчас тебе запачка. Я думаю, ах ты, блин, сволочь. Сначала доводит до такого состояния, потом он такой весь хороший успокаивает. А у тебя эти краски есть, да? Чтобы убрать? Там растекло. Ужас, да. Надо убрать. Зачем было орать? Ну, потому что надо было поорать немножко. Руки не трусятся? У меня все трусится. Все? Ну, да, более-менее. Вид, конечно, у тебя ужасный, но... Спасибо. Ну, ты же любимая жена, да? Какая бы ты страшная ни была, все равно любимая. Слушай, он мастер комплиментов. Я красивая. Более-менее. Наденчик. Давай, давай, давай. Да подожду. Сцепление по чуть-чуть, его не надо дергать, он, блин, не тормоз. А-а-а! Ебан, ваш... Десятый раз ты пускаешь быстро. И такая, ой, десятый раз я пустила газ. Не расстраивай меня. Замолчи. Правильно. Давай еще повторим все ошибки. Кися, блядь, я нервничаю, когда ты начинаешь... Кися, ну, вот, отлично, вон уже машины подъехали. Так, пропусти. Левее, Надь. Блядь. Надя, смотри, пожалуйста, туда. Не смотри на... Не смотри. Я не смотрела, туда, блядь, солнце светит, ну, пи***ц. Но я не смотрела, можешь, блин, посмотреть. Вот, вот, есть те же бочки. Ну, так я не смотрела вниз. Я смотрела на дорогу. Саша и Надя на сегодня выучили всю автотеорию и повторили весь лексический запас. Поэтому готовы парковаться. Это ужас. Направо! Ну, маршрутку как мне? В маршрутку ехать? Паркуйся вот здесь, вот. Все. Круто. Это пи***ц. На сегодня все, закончили. Реально закончили. Андрей решил, что Ксюше просто необходимо снять стресс самым приятным способом. Снимай сумочку. Давай, 10 раз. Так, давай отжимайся быстрее. Не кричи. Иди сюда. Зачем мы сейчас тренируемся? Мы стресс снимаем. Уже устала. Чудесно. Я от тебя устал всю дорогу. Минута и семь. Не кричи. Ты смотришь? Все, я уже не могу. Найден метод снятия стресса тоже банален. Шопинг. Вот что спасает женщин. На самом-то деле, так как ты завтра будешь ездить уже на тазике, возможно, запах какой-то понадобится, потому что памперсы я завтра не беру. Вот какие-то есть, смотри, можно глянуть. Влажные салфетки как раз есть для стекла, есть для приборов. Сашульчка, ну давай все-таки купим пахночку. Чтобы бензинчиком не пахло. Надя, все, выбирай. Просто выбирай. Андрей и Саша сегодня уж больно невеселые. А все почему? Да потому что сегодня третий день обучения. А это значит, что Ксюша и Надя сегодня сядут за руль семейных авто. И вот тут день рождения тазика может стать днем его же. Но не будем о грустном. Ну, здравствуй, тазик. Я решил прихватить сегодня нашу подругу курицу. Если кто-то будет орать, мы тоже будем. Это ты будешь делать. Вот она тронулась. Правее. Тихо, тихо, тихо. Правее. В этом доме мы живем. В него въезжать не надо. Итак, Саша, Надя и их резиновая попутчица отправляются в город. Левый поворотик, мы налево поворотик. Левый поворотик. Вот это да. Зачем ты пустила сцепление? Не боюсь его спалить. Потихонечку, не спеши. Ксюша со всей серьезностью тоже готова выезжать в город на машинке, которую она гордо называет «наш красный Порш». Ну, а что? Вдруг не только мысли, но и слова материальные. Сначала, когда он начинал учить, он не пристегивался. Теперь они оба не пристегиваются. Научил. Научил. Здесь уже мы можем с тобой... Спасибо, что насловила яму. Рулем резко мы не крутим. Если уже резко, то лучше уже в яму. Ну, спасибо. О, давай, 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 газуй, газуй, пошли не в задницу. Дорога, куда? Куда? Стоять! Главная дорога – баран, блин. А-а-а, урод. Так, сильно так ты не газуй, ты не газуй, ты уже такая... Леви, леви, леви! Фух, блин, слушай, Надь, ну ты только шо, реально чуть не заехала в живик, блин. А вот и первое задание для пар. Здравствуйте, Саша и Надя. Здравствуйте, Андрей и Ксюшин. На ближайшей заправке вам нужно забрать пассажира. Угу, угу. Которого вы узнаете по логотипу нашего проекта. Нужно подвезти его в институт на пары. Подвезете его в поликлинику. Боже мой, ответственность еще за пассажира. По чуть-чуть. Право, 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 право. Пассажиры – это, конечно, ответственно, но до них еще надо доехать. С таким вождением тебя будут там проклинать люди. Скажи, что ты будешь сейчас поворачивать левее. Давай, куда ты вправо? Давай, левее, левее, поджимайся. Поворотники работает. Ты понимаешь, что у нас люди не пускают, он девочка. Пропусти. Нейтралка, тормоз. Останавливайся. Останавливайся. Ты стоп, блядь, что ты делаешь? Че останавливаться? Ты на красный цвет поехала. Я не знал, зачем она поехала, почему она меня не слышит и почему она не реагирует. То есть я был просто в шоке от того, что происходит. Реально это было страшно. Тихо, тихо, сцепление, тормоз. Видишь, какой-то неадекватный гиг. Я даже не представлял, кто это будет пассажир. Мне было все равно, это будет бабушка, девушка. Хотя, если бы это была беременная девушка, я бы, наверное, стриманулся больше всего. Самое страшное опасение Саши сбылось. Только беременную придется вести не ему, а Андрею и Ксюше. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, а куда нам нужно ехать? Я не знаю, что за рулем будет жечь. Ничего страшного. У меня дыхание прям замерло. Я думаю, блин, как же я сейчас все буду вести. Аккуратненько ездите, правда? Да, конечно. Даже я не люблю, когда мой муж гоняет. Свою пассажирку готовы забрать и Саша с Надей. О, девочка наша. Девочка наша. Давай аккуратненько. Правый поворотичек. Сцепление тормоз. Здрасте. Чао. Так, забегайте. Будет страшно. Они просто год жили в Таиланде. Я надеялся, что им будет о чем поговорить. Хеллоу. Хеллоу. У нас вообще первый день, собственно, за рулем. Нет, нет, за рулем третий. Давайте будем меньше говорить, потому что... Я отвлекаюсь? Да. Смотрите прямо, прямо смотрите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Едь, едь прямо. Ты посадил в машину беременную женщину, которая много говорит. Не совсем так. Она якобы беременная, но да, она много говорит. Едем прямо. Куда, если тут машина? Потихонечку выдвигается. О, господи, уже сигналы там зажат. Очень надо. Давай, потихоньку, поехали. Прямо поворот. Это девушка где-то с Азии, скорее всего, что из Таиланда. И несмотря на то, что мы уже в Таиланде жили, мы ничего не понимаем, потому что вообще тайский язык, это язык, который практически невозможно выучить. Там четыре тональности, это очень сложно. Она говорила на своем, мы на своем. Мы, конечно, пытались мне как-то коммуницировать. Надя, скорость, скорость, Надя. Пусти, 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 пусти. Все, заводись. Да, типа, верно. И мама, куку, писти. Хотелось просто развернуться, вот уже как-то крикнуть на каком-то, не знаю, на каком языке. Заткнись, пожалуйста. Она вообще не затыкалась, она просто как вот радио работала в режиме радио, которое невозможно выключить или хотя бы что-то объяснить. Где-то я нашел. Это был очень серьезный кастинг. Все, отлично. И теперь по щит, стартуй, как-то обычно, нормально. Газик, газик, выходи вперед. Давай, 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 линейный знак. Фух, боже, как голова пульсила. Газик, ужас какой-то. Я так шумахером стану. Нет, шумахером, пожалуйста, не надо. Не со мной, вот вы садите меня и будете шумахером, кем вы хотите. В машине Андрея и Ксюши жарко в прямом и в переносном смысле. У их беременной пассажирки стресс. А у Тайки в машине Саши и Нади истерика, словесная и эмоциональная. Да, Настань, потом, 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 кисочек. Вторая. Зая, я тебя сегодня покатала. Всю жизнь будешь помнить. Видимо, не только Зая, но и Саша эту поездку запомнит надолго. Ой-ой-ой, так не дергайтесь. Что ты делаешь? Уже хорошо, вроде бы уже ехали, уже все хорошо. Что ты делаешь? Представляешь, если бы она от страха родила? Смотрите далее. Первая мысль. И вот этот вот Тайвик хочет нас выиграть. Они в город. Мне, конечно, не страшно, но завещание я бы написал. Давай, не опозорь меня. Итак, побеждает. Ты сидишь. Спасибо, ребята. Капа-пока. Подарили человеку много экстремальных эмоций. Фух. Не спеши, дай успокоиться мой организм от тебя. Слышишь, только ты нервничаешь, и только тебе плохо. А сейчас, Валера, наше любимое задание. Саша и Надя. С этого момента Надя будет ехать домой самостоятельно. И за каждую подсказку, Женя, ваша пара будет оштрафована на 6500 рублей. Удачи. Хиса, попробуй сдерживать себя. Мы не можем терять эти деньги. То есть 10 подсказок и никакого выигрыша быть просто не может. Я еще в минус иду с тобой. Думаю, все. Я буду 100% тупить. Давай тебя рот скотчем заклеим. Как-нибудь, но мы доедем. Я закрою глаза, чтобы это не видеть. Мне все так страшно. У обоих обреченность в глазах. А мы сейчас узнаем, что для них дороже, деньги или жизнь. Ставлю на деньги. Ага, едем дальше. И мы заглохли, не знаю, правда, почему. Ладно. Так, я, конечно, начинаю паниковать. Первая передача. Поехали. Кинулись. Завелись. Давай, Надя, соберись, блин. Капец. Двинуться не можешь или что? Первая передача. Да еб. Просите. Стоп. Похоже, в данном случае Надя на аутотренинг не работает. Конечно, без подсказок. Сложновато. Так, что там впереди? Почему он смещается? Что мне делать теперь? Ох, какой ты молодец. Токсист, блин. Сволочь. Ай, ямочки. Конечно, то, что она живет сейчас на этом круговом движении, мне реально стрёмно. У меня уже трусятся руки. Саша, ну, пожалуйста, не надо орать. Ну, блин, ну, серьезно. Ты заметил, он перестал говорить, она стала лучше ехать. Стой сюда. Мальчик, пропусти девочку. Стой, пожалуйста. Спасибо. Мальчик, пропусти девочку. О-о, что же теперь скажет Саша? Блин, первая мысль. Пи***ь. Трение автомобиля от другой автомобиля. И ты такой, блин. Все, вот приехали. Сашина жадность стоила ему около часа серьезного разговора с мужчиной в очках. Сначала, чтобы уговорить не вызывать полицию, а потом, конечно же, пришлось пообещать компенсировать нанесенный ущерб. Ну, что же, Надя может продолжать свой путь домой. Пи***ь полный, блядь. Интересно, неужели опять без подсказок? Так, Саша, ну как же так? Одной подсказкой там не обойдешься. Двумя тоже. То есть, грубо говоря, для того, чтобы ее поставить именно так, как нужно было стать припарковаться, мне, наверное, нужно было использовать все 10 подсказок и просто забыть о том, что мы можем что-то выиграть. Вот оно, сильное мужское плечо. Паркуйся, Наденька, сама. А то все деньги проиграем. Я как вспомню, как мне нужно было выпарковаться, чтобы выехать. Пи***ь полный. Но слезами горю не поможешь. Не свое мужское плечо, так чужое, подумала Надя. Главное, вовремя сориентироваться. Извиняюсь, а вы мне не поможете выехать? Я вам стою на синих жигулях. Мне нравится ход ее мыслей. Предприимчивая, однако. Выкручиваете руль до конца направо и заехали назад потихоньку. Стоп. А, выравниваем. Назад даем. Нормально? Пока Надя паркуется, Ксюша, сильно не напрягаясь, доезжает до дома. Может, секрет успеха в том, что Андрей молчит? Я задом не выйду, блин. Где мне развернуться? Где мне развернуться? Андрей, только ты молчи. Хорошо? Хорошо. Я постараюсь быть умничкой. Это жесть. Ноги дрожат. То, что я говорю, она меня не слышит. Когда мы поехали на красный светофор, ты создала аварийную ситуацию. Может, доехала Ксюша и неплохо, но простить жене проезд на красный свет Андрей не может никак. Стоп, что ты делаешь? Тест останавливаться. Ты на красный свет поехала. Я буду ее ругать по-любому. Не повышая голос, в монотонном стиле объясню, кем она сегодня была. Так, чтобы она доходчиво поняла свое место. Ты сейчас создаешь такую ситуацию, что мы с тобой на этом фоне можем очень здорово поругаться. Что это за место может быть у жены? Я тебе покажу, где твое место. Вечером, накануне экзамена, наши пары решили подбодрить друг друга видеопосланиями. Здравствуйте, Андрей и Ксения. Огромный вам привет с нашего автомобиля. Давай, давай посмотрим. Вот именно на этом злостном тазике Надя сегодня колесила. Она смогла на нем поехать, причем намного лучше, чем на той машинке, на которой мы ездили вчера. Так что, на завтра держитесь, качайте колеса, качайтесь в зале, пейте валерьянку. В общем, готовьтесь. Хорошего вечера и до завтра. Пока-пока. Прикинь, тазик. И вот этот тазик хочет нас выиграть. Ты видишь их конкуренты? Нет, конечно. Но Андрей и Ксюша в долгу не остались и выслали им ответочку. Итак, дорогие наши друзья. Конкуренты. Да, да. Соперники. Вы наши конкуренты, но я конкуренты вас не считаю. Извините, у меня тихо самое лучшее. Мы эффективная команда. Да. Приветствую, Ксюша, Надя. Три дня позади, все живы, это самое главное. Надеюсь, ваш боевой настрой и вообще ваше настроение так же хорошо, как ваше платье. И это последний комплимент на сегодня. Дальше все будет очень строго, потому что сегодня день экзамена. Сегодня уже совсем скоро кто-то из вас получит 65 тысяч рублей. Но сначала экзамен, принимать который будет наш строгий инструктор, он же автогонщик Валерий. Итак, Ксюша, Надя, этих три дня мы с Денисом за вами наблюдали. У меня были разные страшные истории в жизни, поэтому я не боюсь с вами садиться в автомобиль. А вот тебе бы не рекомендовал. Слушай, ну не будь так строг к девочкам, они всего три дня за рулем. И, кстати говоря, я видел, как вы водите. Водите вы неплохо, намного лучше, чем я в свои первые три дня. Ну что, кто будет первый сдавать экзамен? Я. Проходим. Поехали. Первый смельчак пошел. Она, наверное, пристегнутся. Да, обязательно. Надо, да? Конечно. Признаться честно, я не умею водить механик. Руль, я так понимаю, никто не учил крутить? Ну, немножко учили. Это, конечно, как говорит мой муж, не проблематично. Да, еще отпускать руль нельзя. Не в ту сторону поворот не включил. А ты влево поворачиваешь. Стоп, 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 стоп. Так, наезд на препятствие. Я забыла о всем на свете, реально, как школьница, да, ученица первого класса, которая забыла все, что учила накануне ночью. Еще раз, опять заглохли, еще раз. Сейчас, можно выдохнуть, секунду, что там. Выдохни. Очень переживаю. Согласна, что это не оправдание. Мы поворачиваем направо, и нам надо передом заехать в гараж. Ну, смотри, в гараж получилось заехать. В гараж! О-о-о-о-о! Е-е-е! У-у! Ну что, я уровень твой понял, теперь выезжаем в город. Ну все, от нас ничего не зависит. Или они в город? Они в город! А-а-а! Удачи! Это я, Валерия. Реально, волнение внутри просто бешеное. Мне, наверное, там и давление, и пульс зашкалили по полной. А о чем говорит знак, треугольничек над знаком уступит? Саня, это как другая опасность. То есть есть впереди. Какая может быть другая опасность? Возможно, это пересечение дорог или там еще что-то. Вот, первый раз мне стало некомфортно. Мне, конечно, не страшно, но завещание я бы написал. Мне за вас страшно. А, за меня страшно, да? Ну, конечно, вы же мой пассажир. Ух ты! Это было только что-то экстремальное вождение. Провалила все, что только могла провалить. Забыла все, что можно было забыть. Нам не выиграть. Экзамен Наде окончен. И, похоже, Валера его окончанию рад даже больше, чем Наде. Ну как? Ну что, рассказывайте. Инструктор жив. Инструктор жив. Машинка жива. Машина тоже очень переживала за инструктора. Мы живы-здоровы, и слава богу. Да, спасибо всем большое. Саша красный от волнения, а Надя белый от страха. Ну что же, Валере теперь нужно проверить навыки Ксюши. И еще разок свои нервы. Поверачиваем направо. Заглохли. Еще одна попытка. Останавливаемся. Полная остановка. И теперь нам надо тронуться наверх. Давай, не опозорь меня. Ты бы заехал? С первого раза не уверен. Но если бы сидела рядом какая-то красивая женщина, наверное, может быть, попробовала не опозориться. А зачем ты с какой-то красивой женщиной заезжаешь в такие укромные уголки? Не закапывай свою семью, Андрей. Заглохли. Еще раз. Так, чтобы мы не откатились назад. Так, еще раз заглохли. Давай, третья, последняя попытка. Что все там в трубке? Последняя попытка. Мы должны не откатившись назад. Стоп. Мы катимся назад. Так, спускаемся с эстакады. Не выполняли. Не чувствует машину. Не чувствует габариты машины. И она, соответственно, думает, что она сейчас зацепит его. А она не чувствует то, что она вот справа, она не видит. А у вас машина большая, поменьше? Нет. Такая же небольшая, Ланос. То есть все, что привыкла к маленьким размерам? Да. Да. Хотя я и хочу купить машину побольше. У нашей задачи сейчас запарковаться сначала передом. У тебя справа ограничения по фишкам, которые ты не можешь задевать, это автомобиль. Теперь мы цепляем какую сторону? Вот эту, наверное. Которую внутри? Может, я не заеду? Если ты не заедешь, ты можешь сдаваться. В смысле? В чем у нас проблема? У нас проблема в том, что я не могу. Припарковаться? Я не могу, да. Как нам припарковаться? Сейчас я не знаю. Передом у нас проблема припарковаться. Теперь давай будем пробовать задом, задом будет чуть-чуть легче. Легче задом. А тебе тяжелее задом? Нет, я не могу в таких рамках заехать в гараж. Когда паркуешься возле дома, ситуация намного хуже, чем сейчас. Там приходится парковаться в еще более унизительные условия. Так. По-моему, мы там что-то подвинули. Уже так. Так, да что ж такое-то? Она же почти заехала. Почему? Что не так? Поехали тренироваться на дорогу общего пользования. Отлично. Дай бог тебе здоровья, Валер! Удачки, удачки вам. Сейчас мне было страшно, потому что в мою сторону чуть не заехал троллейбус. Это создание аварийной ситуации. Здесь одностороннее движение или двухстороннее? Я знак не увидела. Так как машины стоят в основном все по жопам и в одну сторону, то скорее всего не все, конечно. То есть ты определяешь, одностороннее движение или не одностороннее по тому, в какую сторону стоит жопа. Смотри, жопа стоит в обратную сторону. Но здесь нет знаков. Как определить? Ты правила дорожного движения учила вчера? Ну учила, но я не могу сейчас запомнить. Может на тебя давят мои титулы? Я не знаю. Ну что, прошу. Давай. Как? Матерно. Ну можно поздравить тебя? Дай пять. Думаю, что нельзя, потому что это было ужасно. Ну как по ощущениям? По десятибальной шкале сколько? На три. Валера, а ты как считаешь? Ну ладно, давай на три с плюсом. Экзамен завершен, и пора гласить результаты. Выбор, как всегда, сделать сложно, но нужно. Решение принято. У нас была очень серьезная дискуссия, и мы решили присудить победу той паре, которая показала наибольший рост с первого дня до настоящего момента. Итак, побеждает Александр и Надежда! Давай! Спасибо вам большое. И мне нужен подарочек. Это было хорошо. И все-таки... Саша, Надя, это вам. Поздравляю. Это просто нереально. Но у меня просто отобрало дар речи, защемило в сердце, потому что даже не было возможности, да, откупы запчать. Я в любом случае ожидала, что мы победим. Благо, все-таки, я считаю, что в этом проекте мы еще проверили свою семью на прочность. Как я вначале, вот даже думал, дойдем до проекта до конца, вот, мы точно не разведемся никогда в жизни. Это было шоу «Научи жену рулить». Будьте осторожны, ведь, возможно, на дорогах вашего города уже ездит наш автомобиль. До скорых встреч на телеканале Ю! Субтитры подогнал «Симон»!